Ни один слезыринец не имеет права проиграть битву или не выполнить приказ. За это он изгоняется из Ордена. Именно такая участь постигла и Слизис на Гуссирену. Когда ты стараешься и у тебя есть талант, то ты сразу выделяешься из толпы, другие за тобой тянутся, и ты начинаешь вести их вперед. Такое было Слизис с самого детства. Упорная, она никогда не боялась трудностей и всегда готова была выполнять цели, стоящие перед ней. Она свято верила в Слизыринский Орден, а Орден отвечал иззаимностью. Сначала она была просто рядовой, а затем стала занимать звания все выше и выше. Используя свой редкий дар голос, она выдушевляла войска и вела их за собой. Но помимо этого, она была первоклассным воином. Слизыринский Орден хранит в себе множество тайн. И именно из него она почерпнула для себя множество умений, среди которых было умение создавать зеркальные иллюзии. В те времена, когда Слизис командовала батальоном Слизыринской Стражи, они ожесточенно воевали против расы левиафанов. Левиафаны тогда охотились за любыми морскими сокровищами, которые можно было принести в жертву своему богу Майлерону. Кропролитные войны шли месяцами, но это были только цветочки, пока левиафаны не добрались до столицы Слизыринцев в Крей. Нельзя выразить словами, что за бойня тогда была. Но левиафанам удалось тогда откинуть армию Слизыринцев от столицы на какое-то время. Но в конечном итоге Слизыринской армии все равно удалось удержать верх битвы с левиафанами. И те отступили. Пока Слизис праздновала победу при Креи, выяснилось, что при нападении была украдена алмазная чаша. Наказанием за потерянное сокровище было изгнание. Нагу изгнали из Ордена и из города. Она потеряла честь и все, что у нее было. Сирена желает вернуться обратно в Орден, но она сможет сделать это только тогда, когда вернет чашу, и честь будет восстановлена. А пока она горько скитается по морским глубинам в поисках чаши и готова убить каждого, чтобы вернуть ее. Позже, узнав о войне на суше, она отправилась туда, в надежде найти там чашу или уже узнать как можно больше информации о том, кто ее украл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok